Для себя, да, ну и для торговли. Ну и, соответственно, уже возникает уже так называемый интерес к добыче, в какой-то промышленной добыче, да, потому что уже появляются, конечно же, и железо, и изготавливают какие-то сельскохозяйственные орудия. И вот так вот жизнь начинает здесь, как говорится, так пить ключом. Ну и, соответственно, на базе вот того, что здесь появляются так называемые редки, на озере Ильмень, на берегу озера Волхов, озера Ильмень и на реке Волхов появляется так называемый межплеменной союз. Вот поскольку я вам сказала о том, что где торговля, да, идёт сначала торговля, но поскольку проходит дорога из Варя-Греки уже в 9 веке, то, конечно же, эта территория начинает интересовать западных соседей. И поскольку те уже не только торгуют, но они пытаются уже захватить, присоединить территорию себе, а это и шведы, это и прибалты, и немцы, то вот, конечно, вот этот самый союз, который возникает на берегу озера Волхов, межплеменной, он как бы подбирает эти земли под себя, то есть он обеспечивает им безопасность. И вот на основе вот такого вот межплеменного союза возникает город, который мы с вами называем Новгород, то есть туда, куда мы с вами едем. И вот впоследствии, уже в 12 веке, Новгород подчиняет себе всё больше и больше земель. И к 12 веку он становится огромной республикой, которому подчиняются земли от Прибалтики и до Урала. Представляете, что на сегодняшний день бы вот в Великому Новгороду, они просто так его называли господин Великий Новгород, принадлежали земли и Прибалтики, и Коми, и то есть до Урала, да, и Финляндии, и Литвы, и Латвии. Сюда входила бы Мурманская, Архангельская, Ленинградская, Кировская область и так далее до Урала. То есть вот Новгород он забирал огромные, забрал и подчинил себе огромные-огромные территории. Но надо сказать, что действительно он достаточно удачно управлял этими землями. И если говорить о том, что, конечно же, были друзья, да, которые защищали, приходили, защищали эту территорию, не только дань забирали, то давайте вспоминать Александра Ярославича, то есть который впоследствии сдал Александром Невским. Та самая битва 1240 года, мы с вами проезжали реку Ижора, вот где я вам показала памятник, да, Ижора впадает в реку Нева. И существует легенда о том, что глава ижорцев Пелгуси увидел как бы то ли сон, то ли явь, когда по Неве проплывал княжеский насад, да, насад с Борисом и Глебом, святые, которые были убиты, да, и вот этот насад плывет. А началось все с того, что Александр Ярославович получил известие о том, что шведские корабли вошли в устье реки Невы, то есть они выходят из Балтийского моря, Финского залива, проходят мимо острова Котлин, где расположен сейчас Кронштадт, и входят вот уже в Неву, идут по Неве. И тогда Александр Ярославович собирает войско и выходит к ним навстречу. И вот Пелгуси, который был старичным ижорцев, он видит вот, что плывет вот этот насад со святыми и слышит разговор один другому, говорит, надо помочь нашему сроднику Александру. И когда Пелгуси будет Александра, а как бы расположились, да, на одном берегу шведов, на другом берегу спрятались, потому что отряд Александра Невского был небольшой по отношению со шведами, и вот как бы Александр решил, что это знак к наступлению. И действительно небольшой отряд Александра Ярославовича разбивает шведов. На тот момент возглавлял войско шведов Ярл Биргер, это помощник шведского короля. Но интересно то, что наша история говорит, что Александр Ярославович наложил на лицо печать Ярлу Биргеру. И если вы поедете в Стокгольм, то в Стокгольме есть ратуша, и по углам этой ратуши есть такие, знаете, символические знаки. И вот на одном из углов как раз находится такой символический знак, это саркофаг. И на лице у Ярла Биргера действительно есть такой вот след от шрама, да, от меча. И всегда наши гиды рассказывают о том, что это как раз та самая битва, когда Александр Ярославович нанес след Ярлу Биргеру. Вот почему он стал называться еще и Невским, да, это победа на Неве. На самом деле шведы вообще отрицают абсолютно даже присутствие Ярла Биргера на тот момент на Руси. Но вот таким вот образом история меняется. Значит, чему я все это говорю? Что, друзья мои, конечно же, мы не можем знать, что на самом деле было тысячи лет назад, да. То есть это говорят какие-то источники, летописи. А летописи тоже переписываются людьми, где-то что-то изменяется. Каждый, извините, князь, каждый царь что-то делает под себя, да. Вот поэтому возможно, что где-то что-то есть какие-то там допустимые изменения. Сейчас очень многие архивы открыты. Сейчас очень много дается, в общем-то, и историкам для размышления. И, собственно говоря, все тоже в ваших руках, да. Потому что в отношении Рюрика, о котором я вам буду говорить, тоже сейчас очень много всяких домыслов, да. Каждый из вас может прочитать. Это интернет, это литература, это архивы. Поэтому у каждого будет своя правда, да. Я вам тоже рассказываю как бы ту правду, которую мы изучали. Но еще раз говорю, что там кто-то, если захочет со мной о чем-то поспорить, спорить не буду, еще раз говорю, потому что слишком много сейчас действительно всякой литературы. И поэтому тут городцы не очень любили Александра Невского. Это сейчас они вам будут рассказывать сказки, какой хороший был Александр Невский. Они его восемь раз изгоняли, как минимум, из Новгорода. Ну, тоже народ еще тот, да. Как только опасность какая-то приближается, нужна помощь. Они говорят, а давай-ка ты приходи, защищай нас, да. А как только вот что-то не нужен уже, ага, что это у нас там князь рот открывает, давайте-ка мы его выгоним. Вот, поэтому всякие, как говорится, были случаи. Вот, но при всем при том мы говорим, что битва такая была. И Александр Ярославович, который является покровителем города Санкт-Петербурга, он не покровитель Новгорода, он покровитель Санкт-Петербурга. Это благодаря, скорее всего, что все-таки Петру Первому. И вы знаете, что в 50-х годах 15-го, 16-го века Александр Невский стал святым. А в 1724 году, когда уже строился монастырь, построен был монастырь Александра Невского, его мощи торжественно по указу Петра Первого были привезены из Владимира. И сейчас они находятся у нас в Александра Невской лавре. Даже рагу серебряную изготавливали в городе Сестрорецкий на оружейном заводе. Вот, в 35-м году, благодаря ему сыну, вот появится вот этот дом-музей. И сейчас у нас будет с правой стороны серое здание, двухэтажное. Вот. Ну, сейчас пока закрыто все. Почему-то, но бывает такое, что, да, и приезжают туристы, которые в Чудово едут, да, они, в общем-то, могут заехать и сюда. Ну, когда-то село, вот это было намного больше Сябринеца, его поделили напополам, когда вот сын в 35-м году обратился с просьбой о том, что все, чтобы сделать музей Глеба Ивановича Успенского. Вот. И его поделили. Вот сейчас Сябринец у нас переходит плавненько в Успенское, да, как будто речкой поделено все. И вот в Успенском у нас будет первая остановочка с вами. Значит, дальше там у нас идет еще и Чудово. Вы знаете о том, что в Чудово Лапшин открыл фабрику по изготовлению спичек. Там же есть фабрика по изготовлению стекла. Это чайные сервизы, там какие-то рюмочки. И вот в 90-е годы выдавали зарплату вот этим продукцией. И я помню, что прямо здесь вдоль обочины выходили все с завода и продавали здесь вот эти вазочки. Они разных размеров. Вот. И это все предлагалось туристам, которые приезжают на автобусе. Ну, таким вот образом мы с вами под разговор, что называется, приехали уже в Успенское. Сейчас 9.05. Я надеюсь, что за 25 минут вы справитесь. Вот давайте в полдесятого мы постараемся с вами уже сидеть в автобусе, чтобы двигаться в сторону Новгорода. Здесь территория-то именно Москве. То есть Москва набирала силу. То же самое было и в Новгороде. В Новгород раскололся. То есть получалось, что, я вам сказала, что два города там практически, да, это один, одна сторона Софийская, это где княжил Владыка, где во главе угла стоял Триумфират. А другая половина города, это там, где был Ярослав Двор, это Купеческая. То есть вот куда мы с вами едем первоначально, мы с вами знакомимся как раз с Купеческой, с торговой стороной, да. И между ними начались разногласия, потому что, к великому сожалению, слишком очевиден был разрыв между бедными и между богатыми. Соответственно, опять-таки, два, вот этих две половины города, они стали враждовать между собой. И, конечно же, появились партии. Партия была шведская, партия была московская, партия была литовская, которые между собой тоже конкурировали. Потому что каждый, вот кто, как раз-таки, кто был ближе к литовской партии, это, если помните, была такая Марфа-посадница, да, Марфа-борецкая, которые, конечно же, дорожили республикой. И вот между ними, конечно, начались какие-то вот такие столкновения. И иногда даже в Латыке не удавалось примирить две стороны. И вот эта вся бойня происходила на пешеходном мосту. Мы с вами сегодня как раз пойдем по пешеходному мосту, будем переходить с одной стороны на другой. И вы можете только мысленно как бы себе вот представлять, да, как это вообще все происходило. И, естественно, со смертельным исходом было. Люди плавать не умели в то время, но дрались до смерти, в результате падали из моста. Да, собственно говоря, и мост, это было место казни, да. То есть, конечно, всякие времена были, но всегда казнили именно нам, вот с этого моста бросали вниз головой, да. Вот мы сегодня по нему пойдем. Но я возвращаюсь к тому, что времена уже менялись, да. И вот к 15 веку, на рубеже 14-15 веков, я вам сказала о том, что Новгородская республика, она достигла своей вершины. И на тот момент владыкой был Ефимий II, который как будто бы не замечал вот это всего вот пошатнувшейся этой верхушки, что бояре, они были настолько все это и купцы увлечены своей торговлей, что они очень многих вещей вокруг себя не замечали. А действительно уже, в общем-то, нарастала его слишком явная была уже вот эта вот разница между верхами и низами. То есть вот она, демократия, как мы говорим, да, к чему приводит. Но именно в 12 веке, когда уже князья стали терять в Новгороде силу, и, соответственно, правил уже триумвират. Началось это все как раз еще со времен Ярослава Мудрого. Вот мы с вами посмотрели по фильму, да, и мы понимаем, что Ольга, которая имела сына Святослава, который стал язычником, был язычником и который не хотел принимать христианство, но у него был еще другой сын, сын Владимир. Вот он как раз является внуком Ольги, который принял христианство. Но, друзья мои, он же тоже был язычником первоначально, да. Вот, и вот тут уже можно фантазировать все, что угодно. Вот я почему вам и говорю, что сейчас, если залезть в историю, да, то можно перевернуть все с ног на голову. И если всегда говорили, что Рюрика пригласили, что он был викингом, что он был варягом, да, что его пригласили в скандинавы, то вот сейчас как раз история совершенно говорит о другом. Дело в том, что кто из вас был в Стокгольме, наверное, да, то прекрасно знает, что там были руны, а у нас на нашей территории рун не было. Там был языческий бог Один, которому молились, да, два бога, это Один и Тор. А простите, а при чем тут Рюрин? Какое отношение он имеет у нас? Но тогда тоже была эта вера. Мы говорим о том, что когда мы с вами ехали по территории Ижорской земли, я вам сказала, что да, 1617 года эта территория принадлежала шведам, да, поэтому, соответственно, если бы Петр I не пришел к власти и не решил эту территорию забрать, то мы бы с вами вполне естественно могли жить на территории Швеции. Но мы-то говорим сейчас о Рюрике, и, конечно же, как раз считается, что сейчас корни Рюрика говорят, либо они идут от немцев, и что он родом из Мекленбурга, и что там как раз был город, который назывался Старград, а когда, то есть старый город Старград, откуда взялся новый город, который появился при Рюрике, да, то есть он его создал. Поэтому я говорю, что версий сейчас настолько огромное количество, что каждый из вас, если чего-то копнет, он возьмет что-то на себя. Что-то подходит, что-то не подходит. Мы сами сейчас с вами, да, можем делать какие-то выводы, если опять-таки читаем. Вот то, что я смотрю на детей, у нас много деток, конечно же, нужно научить, приучить детей читать, потому что они совершенно от этого уже отвыкшие, они все сидят вот этих слов. Владимиру, городу Киев. И Владимир, по идее, собирает войско. Мы волков, кстати, переезжаем, посмотрите, как красиво, да. Вот, он отказывается платить дань своему отцу. А вот теперь смотрите, я всегда говорю, от осинки не родятся апельсинки, правильно? А кто такой Ярослав? Он сын Владимира и Рогнеды. А как он на Рогнеде женился? Он взял ее силой. Он взял ее насильно. При этом у нее на глазах, убив всех ее родственников, потому что она его оскорбила. Он пришел, всех убил, да, и сказал, ты будешь, ну, просто извините, уже насильно взял ее себе, как раз делал ее женой. От этого брака, или там уж я не знаю, как сказать, родился Ярослав Мудрый. А вы знаете, что Ярослав Мудрый родился инвалидом. У него были проблемы с ногами, он ходил на костылях. В общем, много вопросов, а почему он родился инвалидом? Просто, конечно же, у этого человека, у Ярослава, я не имею в виду, у него такая была сила воли колоссальная. Он такой был, вот, реально мудрый, просто так не дают звания. Это был умнейший человек, который сделал себя сам. Он тоже стремился к киевской власти. Ну, тут уже, как говорится, исторические факты, они как они подыграли под него, он стал киевским пнятием в любом случае, как бы, да, вот он к этому шел, ну, там, и братья погибли, да, там, как бы, это уже другая история. Вот, но все-таки он им стал, но ведь он единственный первый сын, который пошел против своего отца. Не просто же так, правда, значит, все-таки что-то там в наследстве кровь-то где-то сыграла она, понимаете. Но то, что он сделал в Новгороде, это действительно удивительно, потому что он соединил два берега мостом, появились два города. И это были действительно реально два города. То есть одна софийская сторона, там, где был триумферат, а другая сторона, где развивалось купечество, как я вам сказала, потому что новгородцы настолько его любили, что они разрешили ему жить на территории Новгорода. А ведь князьям это не разрешалось. Они жили в Рюриковом городище, у них там была резиденция. Ярослав Мудрый тоже и в Ракамо жил там, где угодно, но это первый. Он тоже косячил, у него тоже были проблемы. Проблемы были у него и с боярами, и с этими, и с купечеством, но, видимо, он имел такую все-таки силу своего там, не знаю, как-то вот, но уже тогда уже князь уже немножко как бы потерял свою власть над народом, да, потому что, я бы вам сказать, в X-е, это XI век, это 1030 год. А к XII веку уже все, уже не существовало там князь, это выборная должность. То есть мы князя приглашаем, вот почему я сказала Александра Невского, да, Александр Невский же он очень долго жил в Орде. Он вообще всю эту кухню знает Орды. И там тоже у них проблемы были с новгородцами, да, новгородцы такие тоже упрямые товарищи, сам себе режиссер, да, как говорится. Вот они за свободу, и поэтому тут у них конфликты были. Но вот как раз когда был Ярослав, вот это было вот на грани, да. Он сделал так, как хотят новгородцы. Ему нужна была помощь, ему нужно было стать киевским князем. Они ему помогли, но вот за это лишил вообще. То есть они не платили дань, 30 лет не платили дань Киеву. То есть Новгород, получается, становится самостоятельным городом, да. Но именно при Ярославе появляется всеобщая грамотность. Друзья мои, я не шучу. Вы представляете, что к 15 веку, когда уже республика достигла своей вершины, здесь абсолютно все умели и писать, и читать, и стар, и млад. Вот когда пришла Москва, и когда Иван III здесь практически все это вот это вот перетусовал, все население, вот после того, как уже Москва подчинилась этой территории, все уже, здесь уже никто, здесь была безграмотность полная абсолютно. И сюда пришлось епископу Григорию приезжать, и он практически заново там пытался что-то печатать, чему-то научить, понимаете, и все-все ушло. Этот город был чистейшим до 15 века, да, вот я говорю, до того, пока вот эта демократия не ушла. Здесь за 200 лет, на 200 лет раньше появились деревянные мостовые, чем в Париже. Но Париж, всегда почему-то у нас идет ориентир на Париж, я уж не знаю почему, но Париж до сих пор, по-моему, грязнющий город, да, мы просто говорим именно по архитектуре. И прошлый раз на экскурсию, вот в среду я ездила, меня очень позабавила одна девушка, но где-то в ее словах тоже доля правды есть. Я всегда своим туристам говорю на торговой стороне, куда мы с вами вот сейчас вот едем. Я говорю, понимаете, в чем прелесть Новгорода? В том, что его можно потрогать, его можно пощупать, его можно ощутить эту древность. Я когда в Балгарию приехала, а мне там показывают кусок земли веревочкой там обведенной, говорит, смотри, вот эта земля, там 3 век до нашей эры. Ну и что? Ну, земля, откуда я знаю 3 век? Ну, там ничего такого нет, земля, понимаете, что она земля? Да насыпали там какие-то камешки, впадет, там докажи, что она там 3 век до нашей эры. А здесь мы с вами это ощущаем. Мы можем подойти к этим церквям, к соборам, потрогать, посмотреть все эти кусочки плинфы, вот эти кривые стены, где без геометрических приборов все это строилось, это настолько все заметно, понимаете, что оно вот. И вот у меня девушка говорит, ну я хочу вам сказать, что в Италии, простите, Рим тоже построен, ого-го, когда, еще там раньше чем это, посмотрите, насколько там все четко, и все такое глобальное, и все такое ровное. Я говорю, да, вот реально логика в этом есть, и логика очень большая. Я говорю, это опять мысль нам задуматься о том, да, где что и когда чего, откуда пришло и когда возникло. Но при всем при том, мы все-таки с вами в Великий Новгород едем, и я вам сказала, что, конечно же, именно при Ярославе Мудром здесь совершенно все поменялось. Можно отсюда вынести, что церкви, мои хорошие, в первую очередь строились как склады, или склады, как хотите, да? Почему после революции их использовали именно как склады, да? Потому что вот эти церкви, которые вы сегодня увидите, большей частью на купеческой стороне использовались как склады, то есть там держали товар. Мы говорим о храмах, о соборах для молебна, а, соответственно, в таких вот еще и соборах, в таких маленьких, в небольших церквях, хотя трудно сказать, что она маленькая, если направо сейчас посмотрите, она совсем не маленькая, если датируется 1127 годом, правда? А если мы еще немножечко присмотримся, будете стоять долго здесь, да? Мы нет, мы уйдем. Вот, если еще учесть о том, что под землю они ушли как минимум на 2,5 метра, представляете, какие грандиозные сооружения строили в 12 веке. Поэтому я говорю, что все-таки в этом прелесть, что можно потрогать, можно ощутить вот эту вот древность. Но весь смах тот, что они все построены на старых основаниях. Даже когда Ефимия, вот это уже любит 14-15 веке, Ефимия, который создал в своем декабре... Да, с каким-то праздником действительно как, если вы тут вот деревянных лавках, прямо вот так вот вдоль моста, если раньше на мосту не ставили, теперь уже и на мосту ставят. Но как это было в древности, только мост был не такой, а мост был немножко по диагонали. Там тоже были лавочки, домики такие вот, здесь все деревянное крыто, и везде вот эта вот шла кормовля, да. Поэтому если приедете сюда во время ярмарки, здесь нужно такой мескутить, поверьте, там башки не отдыхают, что здесь только не продают. Вот, поэтому мы с вами сейчас вот это вот по мосту, мы сейчас не идем. Вот туда, если кто-то заблудится, переходите и попадаете в территорию Кремля. А мы с вами еще не все центры были переходить. А вот фантазировать умеем? А вот теперь представьте себе, что это был реально второй город. Если там крепостная стена красная, то здесь тоже была стена крепостная, только деревянная. И стена эта доходила ширины от 2,5 до 4 метров. Соответственно, на этой стороне тоже были башни, бойницы. Но вот поскольку вы видите волков, именно к этому берегу приходили ладьи, какие-то корабли. Ну, корабли это военные, скажем так, сюда, да, теперь на наш язык. И здесь, конечно, это вся шла погрузка-разгрузка, и в воротах все это затаскивалось уже сюда, на территорию вот этих вот площадей. Посмотрите, пожалуйста, налево-назад. Вы видите, вот эта вот белая карта, да, вот белая вычисленная. Это как раз карта Гандзейского союза, да, вот как они сюда плыли. Но дело в том, что во времена, ну, всегда горели, все же деревянные, поэтому пожары были. Но когда сюда прибыл Петр I, это конец 17 века, это еще 1690-е годы, он когда сюда прибыл, он сказал, достали вы меня своими пожарами, да, поэтому сокращаем территорию гостиного двора, строим все каменной, и гостиный двор смещается сюда. И, соответственно, уже все, что и территория, он смещается в эту сторону. И вот этот вот красненький, но он не красненький, он какой-то ракутовый, я не знаю, какой он уже там цвет, коралловый был когда-то, да, вот этот павильон, который сохранился еще с петровских времен, 17-го века, да, он, друзья мои, здесь единственный остался, потому что эти павильоны были здесь в виде коры. Более того, что этот гостиный двор, он был закрыт, он был под крышей, то есть здесь все было закрыто, да. Вот сохранился только один павильон, было гораздо больше, и сохранились еще несколько церквей. Почему тебе это объяснить? Скажите, а у Великого Нопеля когда день города? Слушайте, я не помню, надо спросить. В интернете все есть. За вашей спиной эта церковь Успения называется «На козьем бороду» или «На козьей бороде», кому как бы очень нравится. Эта церковь 1127 года, да, она тоже вот, Всеволод, князь Всеволод один и тот же, эта церковь была построена им последняя. Ну, скорее всего, опять я говорю только версии, мы не можем точно знать, но скорее всего, что именно там либо через брод водили мелких животных на водопой, либо поесть травку пожевать, либо на продажу, да, вот как бы три версии. Но вообще вот эта вот церковь была построена при печальных событиях. Дело в том, что новгородцы, они частенько воевали с Суздальцами. Вот я не знаю, почему, но Суздаль и Ростов, это два города, между которыми постоянно были какие-то вот такие вот споры. И вот когда на Ждан-Горе в 1167 год была битва новгородцев и суздальцев, очень много погибло новгородцев. И вот в памяти о них как раз была построена вот эта вот церковь Всеволодом, но он после этого был отсюда и убран. То есть я вам говорю, выбрали князя, захотели, не нравиться, его убрали, да. После того, как построила эту церковь, его и выкинули отсюда, да. Вот. Ну и, конечно же, еще одну церковь, которую вы видите, вот эта церковь, которая любима абсолютно всеми туристами. Дата ее 1207 год. Какая? Вот эта темная, которая... Вот красненькая, да, из красного кирпича. Дело в том, что вот опять, кто поедет на Старую Руссу, там есть такой называется парк Южный Ильмень, и там находится Приллерский камень. То есть вот это вот как раз камень, которому 300 миллионов лет. Можете себе представить. Более того, ну вот это такая плинтфа, называемая Тильминская плинтфа. Он достаточно мягкий. И из него можно, в общем-то, чего-то лепить. Но когда его мешаешь с серой известью, да, то он становится крепким. Поэтому вот здесь вы видите, вот эти вот лучки такие называются, да, как они, пучки лучками. И называют ее церковь Пороскевы Пятницы, потому что Пороскева хранительница торговли. Она хранительница нас с вами, путешественников. Но вот обратите внимание, что в основном в Новгороде строили такая вот архитектура, либо куб, да, куб, либо, как называют его, восьмерик на четверике. То есть вот куб, а на нем еще там какой-то, да, из восемь углов такой восьмерик, четыре угла. Но вот таких вот лучков это единственная церковь. И вот когда уже копнули, а поскольку она датируется 1207 годом, да, а когда сняли с нее штукатурку и там прочее, тогда это все и увидели, открылось. И вот решили, что строили ее смоленские мастера, потому что в Смоленске есть церковь Архангела Михаила, придворная церковь, которая абсолютно такая же. Ну а потом достраивали, судя по всему, новгородцы. Ну а дальше уже вы видите барабан и купол. Это уже относится к более позднему времени, к 18 веку. Ее по-другому называют церковь о 170 углах. Почему о 170? На самом деле 174 угла должно быть. Есть традиция. Видите там вокруг, а вы еще не видели, подойте поближе. Вы увидите прямо круг вокруг нее, да, вот такой прямо вытоптанный. Так вот такая традиция есть у наших туристов. Если кто-то хочет выйти замуж или жениться, надо три раза пройти вокруг этой церкви. Если кто-то... Почему же не пойдут-то? Если кто-то хочет, ну, какого-то богатства, там, машину, ну, квартиру, вот, кто... Нет, кто те... Значит, смотрите, нет. Те, кто хочет замуж или жениться, считать углы. Вот вы меня слушаете, углы, да? А вы видите вот эти пучки? Они не углы, а я говорю углы считать, то есть то, что острое. А вот кто хочет просто каких-то материальных благ, тот три раза обходит вокруг этой церкви. Какая разница, в какую сторону вы пойдете? Часовая против часовая. Вот. Но, дорогие мои, дело в том, что вы не насчитаете углов. У меня был турист, который посчитал 176 углов, подходит ко мне и говорит, Ирина, а что мне делать? Я насчитала 176 углов. Я говорю, жениться, что теперь еще делать-то осталось? Но все дело в том, что их просчитать невозможно, потому что северного предела здесь нет, его разобрали. Поэтому количество углов нужных вы никогда не наберете. Вот вы говорите, вот молодые девчонки, я не знаю, что такое с вами со всеми происходит, почему вы замуж-то не хотите? Я всегда говорю, ну, один раз хотя бы надо там побывать. Мальчишки, хотя бы один раз, ну, надо там побывать. Что ж такое-то? Это разводится дорого. Да, ну, здрасте вам. Вот, надо хотя бы сделать такое. Один раз даже выходит, только и вы, и надо больше. Вот. Была у меня бабушка 80 лет, она вот, она даже слушать меня не стала, она побежала, вот это все прибегает, я насчитала 300 там с чем-то углов. Я говорю, господи, вы же даже меня недослушали. Да, и она, говорит, пять раз была, я шестой выйду, точно такая выйдет. Поэтому, кому что, я поэтому говорю, что молодые, надо замуж, надо женить. А можно сразу просто материально так это все? Можно, можно. И вот почему я вас к этому и веду, мои хорошие. Все материальное мы оставляем здесь. Вот уж простите меня, поглазить, почесать, поплевать, потоптать, это вот, это вот, все это оставляем в городе. Потому что, когда мы с вами поедем в монастырь, в Ирла-Махутинский, я прошу, никаких желаний не загадывается. У меня были туристки, которые говорили, я вас отведу к горке, которая считается чудотворной горкой. Но когда у меня две туристки пришли и сказали, мы там лежали и загадывали желания, я, простите, из автобуса думала просто выпаду. Я говорю, о чем говорите? О каких желаниях? Мы загадывали, вы немножко вообще понимаете, куда вы приходите, да? То есть там мы общаемся с Богом. Здесь все, что хотите. Топтать, плевать, тереть, я говорю, все, что еще мы с вами к туристке подойдем, тоже можно тут потереть, там потереть. Мне говорят, а почему левая туфля? Я говорю, а почему у нас этот фонарчик с левой туфлей? Левую трешь к левым доходам. А что такое, как мне американский ребенок меня спрашивает, а что такое левые доходы? А как объяснить? А то вот в России знаешь, что такое левые доходы, потому что на правой никто не живет, понимаете? Поэтому вот объясни ребенку, что это такое. Во-во-во-во, я про то же. Вот, поэтому я говорю, все желания, ходите, бегайте, это абсолютно, все разрешено, все допустимо. Вот, но мы с вами все-таки не подошли к главу. я вам говорю, там были еще там какие-то башни смотровые, тоже были аркады, в эти аркады, то есть были причалы, по этим причалам бочки катят. Кто смотрел Финь Катко? Я. Посмотрите Финь Катко, я понимаю, что люди моего поколения смотрели, да? Я не говорю про читаю, я говорю именно про Финь. Просто отрывок, посмотреть невозможно, потому что вы со скуки помрете, уже немножко другое движение, но как шла торговля, вот что здесь было, вы увидите, да? Потому что вы поймете, как здесь все, как шевелилось. Так вот, оттуда как раз я встречала, несли бочки, народищу было огромное количество, да? То есть уже все это все на прилавках, все это торгуют. И вот эта вот аркада, она, кстати, Петровского времени, видите, там беленькая, да? И, соответственно, через эту аркаду, когда проходили, ну, это уже поздний, когда гостиный двор был, да? А до этого ее нет, ну, вот эти деревянные, я тоже вам говорю, арки, и сюда тащат. Вот эта вот воротная башня, друзья мои, она 17 века, 17 века, вот, она не более раннего, и называется она воротная башня. Она не культового значения. То есть никогда здесь не молились, ничего этого не было. Это обыкновенный склад. Соответственно, был охранник, то есть могли какой-то товар там сохранить, оставить его, да, там, переспать, как говорится, переночевать, но не более. А вот эта колокольня, она датируется 19 века, и рядом с ней была еще церковь, которую разобрали. И вот теперь смотрите, отсюда как хорошо видна панорама вот этих зеленых кустов. Видите? Мы с вами проходили, а вот теперь я вам говорю, что здесь это было все застроено. То есть вот эти вот нам кустики говорят о том, что там были вот эти строительные архитектуры. Где-то церковь, где-то склад, где-то еще что-нибудь. Это все было разобрано. И вот главное, конечно же, собор, уже мы говорим о соборе, который был построен еще при... Он не при построен, а на его месте, который при Ярославе Мудром, как домовая церковь. А вот этот вот собор, который датируется 1113 годом. Этот собор датируется 12 веком. Но, друзья мои, еще в 1999 году, это, простите, для меня вчерашний день, здесь был только один купол. Вот этих куполов не было. Обратите внимание на кресты. Вы видите, что кресты византийские. Вот кто-то говорит, а при чем-то этот вот мусульманский крест, какой-то там этот месяц. На самом деле, это ясли по византийскому закону. Вот это, если, а помните, родился крестов, да? Вот это вот 12 век. А вот то, что вы видите, пристройка, это уже век 19. Видите, вот времена меняются, моды меняются. Вот он, треугольный фронтон, колонны вот эти вот дорические. Это пристроено уже в 19 веке. Поэтому, конечно, все менялось, да? Это то, что мы с вами видим, уже сохранилось после войны. Вот к чему я опять-таки и веду. Почему здесь было всего гораздо больше? Да потому, что после Великой Отечественной войны города Новгорода практически не было. Он был разрушен. С двух с половиной тысяч домов осталось только 40 остров. То есть, его просто нет. И тогда было принято решение сначала вообще его не отстраивать. Вот как Волгоград, Сталинград, да, помните, хотели его оставить там какой-то колючей проволокой обмотать, как бы, как память, и все. Здесь было сначала принято такое решение. Но удивительно то, что после войны, когда сюда пришли, на эту сторону, здесь практически все церкви можно было восстановить. Вы понимаете, что вот, вот, смотрите, 12 век, я вам говорю, да, если там все разрушено, а здесь стены сохранились. То есть, это, естественно, я вам говорю, 1208 год. Были, конечно же, разрушения куполов, да, какие-то были, где-то, какие-то там частины, да, но в принципе, это все можно было восстановить. Но советское правительство и местное управление принимают абсолютно другое решение. Вам жарко? Идите в тенек куда-нибудь, у тебя такой тенек, вы попадете туда, да, если хорошо, потому что я смотрю, что кто-то уходит в тень. Вот, так вот, советское правительство принимает абсолютно другое решение. Они разбирают Ярослава в двор, и эти кирпичики идут на строительство нового города. Поэтому таким образом то, что мы видим, это остатки. И вот когда грабарь, академик наук, который видит, что раритета мы теряем навсегда, это наша история, он стучит во все двери, он в Москву уже, он говорит, ребята, вы что делаете, это наша история, остановитесь. И остановились только уже к 59-му году. А когда остановились, уже поезд ушел. Большая часть уже была разобрана. Поэтому то, что сохранились, теперь это под защитой ЮНЕСКО. Хотя мы с вами видим, что все это, конечно, разваливается, требуют ремонта, но по крайней мере не разберут. Потому что даже церковь Поросковой Пятницы, вот ее северный предел, обратите внимание. Вот прямо видно, как кирпичи отбиты, что ее не существует уже. Ну и, конечно же, вот эта площадь, очень долгое время, думали, что на воротной башне висел вечевой колокол. А на самом деле мы с вами находимся в вечевой площади. Вот она, в вечевой колокол. А вот теперь смотрите, давайте так на секундочку прикинем. Если здесь в городе живет 12 тысяч человек, а вы знаете о том, что, как говорили, любой новгородец знает звук вечевого колокола, стоит только позвонить, так все собираются на площади и принимают какие-то решения о войне, о мире и тому прочее. Можно сюда поместиться 12 тысяч человек? Вот вы думаете. Конечно же нет, даже дитё знает. Так вот отсюда здесь были концы, у концов были свои вечи, были улицы, у улиц были свои вечи. Соответственно, везде выбирается человек, который отправляется сюда до принятия решения. То есть всё как у нас, правильно? Как сейчас в демократическом мире. Ну а, конечно, вечи уже было здесь и здесь висел вечевой колокол. И когда Иван Грозный, Иван Иван Третий завладел эту территорию, он её сделал уже своей наследственной собственностью, он увозит отсюда вечевой колокол. А дальше вы эту легенду знаете, что этот колокол под Валдаем разбился на сотни тысяч осколков и теперь из них делают маленькие колокольчики сувенирные, которые рассказывают нам о том, что была такая свободная республика. Три церкви, которые строил зодчий, который считается первым зодчим на Руси по имени Пётр. Три – это Георгиевский храм, который мы увидим в Юрьевском монастыре. И это вот этот вот собор, который носит имя Святого Николая Никола Дворищенский. А почему Дворищенский? Потому что вот здесь на этом месте, как считал Арцеховский археолог, и был дворец Ярослава Мудрого. То есть именно на этом месте он его заложил, и когда здесь велись раскопки, он нашёл деревянные такие, как это, круги, да, он говорит, что скорее всего, что это вот от дворца, и уходило это всё ближе к Волкову. То есть практически это был дворец, который по величине был самым крупным в Европе. Но он был деревянным в соотношении, да. И вот смотрите, поскольку при дворце есть ещё и собор придворный, вот это вот, видите, когда из камня построили, в 1916 году, видите, там арочные окна. А рядом самый первый вот этот замах такой, арочка, видите, там такой, как прямоугольник. Прямоугольник, да. Вот это вот дверь. И, ну, по крайней мере, так археологи говорят и историки, что вот это был, здесь на этом месте был дворец, и князь мог прямо из дворца в эту дверь выйти на хоры и оказаться в своём вот этом вот соборе. То есть понятно, что это собор уже, который при дворце, то есть это собор для молебна, раз для молебна, то есть это уже мы не говорим, как уже о, чтобы здесь складировали товар, а это уже вот реально просто храм. Когда, вот, посмотрите, видите, вот копали, я вам говорю, два с половиной метра, видите, вот эти вот раскопки вели. Когда сюда пришёл Иван Третий, то эту территорию, он сделал своей наследственной территорией, и он, пошло переселение, то есть он отсюда людей отправлял, кого в Москву, кого там в Тулу, кого куда, да, вот, а сюда он зайдёт четырёх наместников, и сюда приезжают меценаты, отец и сын, это... праздник... ... раскопки были так вот храм ушли под землю там где откопали археологи вот выяснилось тут дверь есть оконные проемы церковь жен мироносец построен в 1510 году в городским купцом иваном сырковым вот это вот мои видео говоря планы торговой части вот это аркада гостиного двора которая была построена при петре первом на самом деле сохранилась только в малую часть вот она такая западная стена сохранилась а представляете она была во много раз больше вот эту аркаду ее разобрали а так она перекрывала весь городский двор и вот это все было в окружении более того закрытая территория да вот в виде коры павильончики которые мы видим вот а мы с вами подойдем к фонтану идейский знак как строящаяся вода фонтана символизирует движение непрерывное обновление жизни какой-то современный памятник а вот это стол переговоров когда я с вами туристом говорю встречаемся фонтана они говорят и родители фонтана все обыскались найти не могли а в принципе видите водичка практически не видит это символ мирных договоров это говорит ой какая вода теплая вот тут видимо гербы гербы стран входящих в этот гонзейский союз я так думаю поцелуев и пойдемте с вами что это за памятник ну подали честь гонзейского тоже союза символ мира и дружбы суши какая красотища суши я вот этого памятника вообще не помню вот того вот на коне ты помнишь его что вообще не помню вот этот памятник вот это все были причалы вот здесь причалы которые уходили видите вот там деревяшки остались дальше вот там был немецкий двор и соответственно вот эта вот улица вдоль Волхова она называлась Великая она была самая большая это Великая улица да здесь тоже шел тор то есть они имели только одни право торговать здесь в разрешении больше никого не допускали теперь отсюда открывается великолепно левый берег вы видите вот этот вот памятник который очень многие путают с памятником Александру Невскому дело в том что памятник Александра Невского он здесь есть один но памятник убран к Антониевому монастыря что вы его даже не увидите я вам сказала что Александра Невского не очень любили его считали то ли шпионом так да эти варианты то ли дипломатом вот сейчас больше склоняюсь к тому что все таки он был грамотным дипломатом а почему потому что вы помните что в 13 век это век Батыя и если помните вся Русь погрузилась как раз во тьму кроме простите великого Новгорода а кто великому вот вот как раз Александр Невский который сделал Новгород дольником Орды и когда приезжали послы то соответственно им давались какие-то там подарки дары там и прочее деньги да и таким образом как считается что все таки Александр Невский сохранил и веру и сохранил и жизнь людям потому что если бы ушли под Орду то неизвестно чем все это закончилось но был однажды очень неприятный факт когда пришли прибыли сюда послы Орды и местные бояре там группа их была которые сказали они будем мы платить дань они отказываются платить и они убивают этих посланников а поскольку здесь было разрешено жить только как я сказала мудрому да Ярославу больше то здесь никто и не жил вот у них есть Юрикова городище отправляться не разрешали сюда не подпускали новгородцы князей вот ну и соответственно князь Александр Невский который понимает что может наступить беда он обманным путем вытягивает к себе в Рюриково городище вот этих самых купцов или бояр и внимание смотрите вот что такое демократия да как бы говорилось не знаю какая но тут все таки князь свою власть проявлял да он отрезает им языки и выкалывает глаза боярам и говорит если вы слепы зачем вам нужны глаза то есть таким образом он дал понять кто в доме хозяин да ну новгородцы они другие люди они его и выгнали поэтому они его то выгоняли то звали беда приходит приходи помоги беды нет а и сделай это как вас с музыкой с песнями встречаем ну что вот это и есть та самая туриточка о которой вам сегодня будет рассказывать Збуслав Якулович именно так зовут вашего экскурсовода совсем недавно тут как-то прохожу ну туриточка которая устала да она присела отдохнуть а прохожу совсем недавно слышу местный житель говорит о говорит гид устала присела отдохнуть понимаете откуда рождается легенда вот ну вот у нее тоже труд то ножку то носик уж к чему тут вы уже сами решайте и потихонечку переходим мы с вами через нос но фотографии получаются как-то какая красота не игрушевая не туман над рекой выходим на берег катюша высокий берег Субтитры поддавливает будут плотируем прижим в первый поход с в поход до зарплаты Типа что-то такого, как замка, да, вот это и есть Рюриково городище, вот там, вот теперь смотрим, здесь торт, здесь Ярослав Мудрый, а вот там вот резиденция, где жили абсолютно все князья, ведь там далеко, так, торг, а это городище, где жили князья, почему-то им не разрешали в городе жить, это странно, конечно, по нынешним временам, и Кремль, Детинец, Кремль, Детинец, и памятник тысячелетию Руси тут, тут у него потерто все, где ему надо тереть? Кремль, Детинец, Кремль, Детинец, Кремль, Детинец, Кремль, Детинец.